Как вы знаете, тренировка это искусство повторения. Маневры игроками в определенных позициях помогают хорошо позиционно играть в позиционный футбол. Самостоятельно принимать решения, когда возникают нестандартные ситуации. То есть мы рассматриваем абсолютно другой аспект. И таким образом, я думаю, и стимулирую всегда креативность игрока. То есть те решения, которые он сам видит и находит. Прямоугольник 12 на 20 метров. Две группы игроков плюс два нейтральных отбивающих. В этой позиции играет по схеме 3 на 3 с двумя отбивающими, которые силой атакуют при введении третьего игрока. Группа, у которой мяч, имеет право коснуться его только два раза, потому что фактически эта группа играет 5 на 3. Обмен на второй минуте, потому что это длительное и тяжелое упражнение. Советы для тренера, особенно на размещение на поле. Два игрока на внешней стороне. Один центральный. Центральный не может сам блокировать отбивающих, но также и не может сделать поле меньше. После паса вглубь он должен быстро примкнуть. Прямоугольник 12 на 3 с двумя отбивающих. Так, закончили. Собирайтесь вокруг меня. Все, даже самое малое, что вы делаете, очень важно. Ваши занятия, то, что вы здесь все вместе находитесь, вместе двигаетесь, но вы должны понимать, что если вы играете в схему 3 на 3 плюс 2, то у вас получается два лишних игрока. То есть, в принципе, вы не должны потерять мяч в этом пространстве. Вы все достигаете цели из разных положений. Сейчас я вам покажу идеальное расположение на поле при владении мячом. Мы начнем с того, как правильно стоять, как вам играть. Ты подойди сюда ближе, а ты сюда. Ты подходишь еще ближе. То есть, ты должен тоже дать ему возможность осуществить длинную подачу. В тот момент, когда он посылает мяч вглубь, порядочный нападающий думает, что ты, как фланговый, должен присоединиться. То есть, очень быстро перестроиться, проскочить. Однако, что мы получаем? Защитник, иди сюда. Ты играешь здесь, на невидимой стороне. Я отражаю и ухожу. А теперь ты с ним играй. Нет. Так тоже можно. Но в этом случае ты должен был позволить ему играть дольше. Или ты должен позволить ему играть, отбивая. Потому что главный разыгрывающий пункт уже отправлен. Спокойно. Идите сюда. Идите сюда. Спокойно. Спокойно. У тебя должно быть два касания. Молодец. Хорошо сыграл. Выбрал хорошую позицию. Дай пройти. Спокойно играем. Дай пройти. Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Создаем условия. Ну да, ты больше ничего другого не мог. В футболе ты играешь не только ногами, но и головой. Дайте увидеть. Дайте посмотреть. Тут покажите. И... Хорошо. Очень хорошо. И быстрее занимай позицию. Хорошо сыграно. Вот так. Смотрим в оба. В этой позиции нужно выбирать среднее положение. Идем в середину. Идем в середину. Спокойствие. Ну отбивай. Эй, сюда идите и быстрее отбивайте. Быстрее играйте. Молодец. Если бы вы не у меня тренировались, то вы могли бы этого не знать. Знали бы вы, что сейчас происходит с молодежью. Мы не в цирке. У нас футбол. Играем. Хорошо сыграно. Играя, играй, играй. Быстрее. Иди, иди. Не подходите слишком близко к друг другу. Тогда вы сужаете поле. Играем. В тот момент, когда я выбираю эту позицию, он отбивает мяч назад. А ты играешь на него издалека. А я тогда здесь. И что ты делаешь? О, замечательно. Верно. Ты идешь в центр. Это означает, что вы все можете перемещаться со стороны в сторону. Но всегда при этом сохраняйте расположение на поле. То есть вы всегда расположены идеально на поле. И вы не можете потерять мяч. Молодец. Вперед, вперед, вперед. Хорошо отбил. Хорошо перешел. Хорошо сыграл. Очень хорошо. А теперь ты на внешнюю. А ты на внутреннюю сторону. Молодец. Дай пройти. Дай пройти. Иди. 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 Иди, двигайся. Играй. Немножко, немножко. Молодцы. В этой позиции играют по схеме 3 на 3 с вратарями в области 16-метровой отметки. Есть 4 команды из 4 игроков. Двое из команды играют по схеме 3 на 3. А другие игроки заняты отбивающими. Если забивает третий игрок, тогда засчитывается двойное очко. Тренеру на заметку. Обратите внимание на третьего игрока, а также на быстрое переключение, переход и инициативу. Нападающий должен показаться из-за спины защитника. Желательно, из-за спины. Вот так. Жаль, но такое бывает. Фантастический гол. Конечно, мы его засчитываем. Хороший гол. Замечательный. Замечательный гол. Вот так. Вот это третий игрок. Лично я уменьшаю пространство, потому что так проще играть. Даже на высоком уровне можно позволить только одно или два касания. Таким образом, ты усложняешь игру. Спортсмены вынуждены больше думать и быстрее двигаться. Если на высоком уровне играете с такой организацией, то отбивающим нужно позволить свободно разыгрывать мяч. Верхние мячи отбивай головой. Тогда другие больше никогда не подойдут к мячу. Моя методика вращается вокруг того, что я хочу, чтобы они сознательно искали третьего игрока. А если вы играете свободно и пустите все на самотек, скажем так, тогда акцент переносится на ворота, и они не обращают внимания на третьего игрока. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok